Задача школы не только дать знания, но и воспитать гармонично развитого ребенка, в том числе и физически. Сегодня в образовательных учреждениях, помимо обычных уроков физкультуры, проводятся занятия в рамках федеральной программы «Самбо в школа». Работают спортивные кружки и секции. А теперь добавились и уроки по плаванию. Подробнее в следующем материале выпуска. Диана Федякина и Дарья Сердюк – одноклассницы. Они учатся в 39-й школе Хутора Голицын. Каждую неделю вместе с классом они приезжают в бассейн «Дельфин», чтобы позаниматься плаванием. И многому хуже научились. Я учусь в 39-й школе. До этого я плавать не умела. Научилась образцом, кролем на спине и много чего. Мне нравится ходить в бассейн. Я тут научилась разным плаванием, кролем на спине, кролем на груди, брасом. Ты до этого умела плавать или нет? Я не умела до этого плавать. Я вот сейчас научилась и мне нравится плавать. Бесплатные уроки плавания для учащихся школ стали возможны благодаря федеральной программе «Всеобуч по плаванию», которая реализуется в нашей стране и преследует несколько целей. Первое – это научить детей плавать, что позволит сохранить им жизнь. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире тонет до 400 тысяч людей. Треть из них – дети. В России каждый пятый утонувший – это ребенок. Одно из решений этой проблемы – обязательное обучение плаванию школьников. Вторая цель – физическое развитие детей, укрепление их здоровья при общении к здоровому образу жизни. Плавание – это прежде всего жизненно необходимый навык для каждого человека. И вот Славянский район у нас стал участвовать в реализации федеральной программы «Всеобуч по плаванию». Основная цель этой программы – это обучение начальному плаванию школьников. В этом году у нас в этой программе участвуют 17-я, 16-я, 39-я, 12-я и 19-я школы. Программа предусматривает 12 занятий, за которые школьники научатся держаться на воде, освоят плавание кролем на груди и на спине. Проводится два этапа контроля приобретенных умений. Как показывает проведенный анализ, 98% ребят успешно справляются с программой и после окончания занятий могут уверенно плавать, а значит, снизить риски пострадать на воде. Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События».